Я впервые собираюсь выйти с этой штукой на улицу, посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего хорошего, то ладно. Значит, не судьба. Значит, это не мое. И придется оставить ее где-нибудь на свалке историю или отдать жене. Вот, смотреть вот сюда, говорить тоже. А мне обязательно что-то говорить? Нет, я вообще говорить не обязательно. Мне говорить не обязательно. Я не знаю, зачем вообще на улицу вышли. Ты чувствуешь себя идет, на который вы все смотрите? Я просто чувствую себя идет. Мне кажется, в процессе записи мы соберем просмотров больше, чем в итоге, если выложим это в интернет. Такие люди сохраняют свалодание и способность говорить. Оно у них есть изначально. Если способность говорить есть изначально, то она никогда не попадает. Мое такое. Хватит ромать с людьми. А, действительно. Мы это вырежем. Да. Всю семью твою вырежем. Слушай, а можно же будет кусочки склеивать? Или это считается плохим тоном? Нужно вот одним дублем поведешь и весь у него... Нет, наоборот. Кусочками оно лучше смотрится. Оно слышится лучше кусочками. Но нет ли такого чувства, что человек не умеет говорить, и поэтому он слепил свой... Нет, ну если взять каждое основу будет из-за дуны у дубля, то да. Получится. Да. А, в принципе, приехали на концерт. Праймал Фир, Аморфис, Данк, Альфер. У тебя одна голова видна и куча пейзажей. Что, куча чего? Куча пейзажей. Дай я... Что ты делаешь? Дай я наклоню телефон так, чтобы тебе было... Она нас только что чуть не сбила тяжелой техникой. Вот, совершенно игнорируя всякие правила безопасности в парке, они... ...разъезжают на паровозах. Этот маньяк только что зашел на второй круг, поэтому мы все еще не можем чувствовать себя в безопасности. Там из окна мальчик смотрит так, как будто он гранит поездом, и вот, дай я их, дай я их. Вот, не то чтобы Метал Фест нам не понравился, мы с него еще не окончательно ушли, просто решили сделать небольшой перерыв, потому что у нас нет чувственного силу. Потому что мы ленивые, да, негодяи, без силы воли. Мы сейчас проходим мимо такой лайт-версии Зеленого Театра, в нем, конечно, не проходит никакого Метал Феста, но мог бы, в нем, скорее всего, будет проходить следующий концерт группы Пони Пржевальского. На самом деле нет. На самом деле, следующий концерт группы Пони Пржевальского будет проходить в условиях, когда все, что мы знаем и любим сейчас, уже не будет иметь абсолютно никакого значения. Пройдет просто немыслимое по российским меркам количество времени, то есть пара лет. Я не перебрался к краю, и теперь я такая-то. А-а-а! Да, если я так не волну, то вообще нормально, потому что ты у нас звездами. У кого 35 тысяч подписчиков. А, и 20 сантиметров лапа. Слушай, почему ты не записываешь все это голосовое блюдеж? Это мой вопрос, через тысячу. Потому что моя внешка не очень хорошо соотносится с голосом моего блюдежа. Нет, отлично соотносится. Ты считаешь, что это комплимент вне, а не оскорбление? И так мы и делаем вывод, что самое адекватное, что можно прицепить к селфи-палке, это по меньшей мере GoPro-шка. Не так ли? Какие-то вы останавливали? Любительские телефоны с этой задачей абсолютно не справляются. Ну, это, помнишь, у Сачев и остальные рекламировали какой-то Самсунг, и они постоянно снимали на него, и картинка была просто у них. Вот у меня Самсунг какой-то. Какой-то Самсунг, но они какой-то новый Самсунг рекламировали. 5-6? Может, там инвестиционная какая-нибудь камера. Я не уверен, ты купишь меня на день рождения? Нет. А почему нет? А у меня нет денег, но если ты дашь мне денег на свете форта, да? Это так не работает. Ну, старин, значит. Вот ты вроде как идешь рядом, но если смотреть, что подойдет в объектив, да, ты как будто, знаешь, вот часть панды, которая где-то там. Нет, но это как раз нормально. Просто ты снимаешь, и это твое видео, а я так люблю тебя. И, кстати, мы почти пришли. О, клево. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!